доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из киева сейчас я уже в киев прилетел и мы продолжаем изучать тору теперь бонжур хелло доброе утро из киева сегодня стима хорошо значит тора тоже хитас тот же хитас это хумаш тэйлим таня тэйлим хитас так сейчас я его открываю и мы сегодня находимся уже прямо прямо в преддверии мы находимся в преддверии рожа шана прям вот осталось там всего ничего и как раз мы находимся вот сейчас очень удачно совпало что недельная глава не цавим и как раз когда весь народ израиля собрался перед смертью маша рабы но и маша рабы нам им объясняет чего бог хочет что как надо вообще что делать как делать когда делать почему делать вот как идет этот суд и очень очень полезно да вот мы сегодня как раз пройдемся по главе по главе не цавим и в сегодняшнем отрывке написано такmoi чем буквально dm этошая и шавну бар trade митра говорит маша рабы ну а ты меня всего лишь через маша нужно понимать что когда маша рабы но говорил что-то это через него говорил всевышний он говорит так что вот вы говорит он вот вы конкретно Знаете, как сидели вы в земле египетской И то, что прошли вы через народы После этого, через которые прошли Понятное дело, что когда евреи жили в Египте И потом они выходили из Египта И проходили мимо тех народов Насмотрелись они вещи очень страшных Каких вещей они очень страшных насмотрелись? Ну, самая простая вещь, которая была в то время В то время самая вот была распространенная Это человечество жертвоприношения И приносили в жертву даже собственных детей То есть это вещь, которая на сегодня Когда мы смотрим на маленьких таких вот карапузиков И думаем, какие они миленькие А раньше они брали этих миленьких карапузиков И сжигали в огне, там все приносили в жертву Зачем, спрашивается, зачем идолопоклонники это делали? А оказывается, что идолопоклонники это делали за тем Чтобы им хорошо было То есть люди были настолько погружены в свой эгоизм В свои потребности Что у них настолько отсутствовало понятие добра Что они считали, что кого-то уничтожить, чтобы было хорошо Значит, это нормально И дальше вот написано так И видели вы их мерзости и гнусности Так переводится, да? Шекуцеем и делуэем Это мерзости и гнусности Дерево и камень, серебро и золото, что при них Ну и опять же, значит, серебро и золото Значит, серебро и золото всегда это было каким-то символом Вот интересно, когда люди, вот например, люди живут, живут, живут И они все время собирали Я еще помню, в советское время Не было же тогда ни валюты Не было такой особой Не было в советское время ни криптовалюты Банков таких не было Знаете, как сейчас все Все карточки какие-то, банки А что люди делали? Люди все время стремились Собирать вот это серебро и золото Хотя казалось бы, ну что в этом серебре такого, да? Ну серебро, ну белый металл, ну желтый металл Но люди с древности, с древности собирали этот металл И вот за него готовы были там убивать, умирать и так далее Значит, и дальше 17-й отрывок Написано так в 17-м отрывке Может быть, говорит Маше Рабейну Вот представьте, стоит весь народ Израиля Он Маше Рабейну пророк У него свет от него такой идет И он говорит, может быть, есть в вас иш оиша Может быть, есть в вас человек, мужчина или женщина О мишпаха, или даже целая семья О шевет, или целое колено, целый рот А шер ли ваво по нэ айом мэйма шэмэлкэйну Чье сердце сегодня, оно уже поворачивает в сторону от Бога Всесильного нашего Ла лэхэт ля а вот это лэй агоэм и ти служить богам народов Этих, значит, может быть, есть у вас внутри вот этот вот шореш, этот корень Поре рош уляна Который этот корень, он плодящий яд и полынь переводят так Что за яд и полынь, непонятно Но вот, если мы вдумаемся, он поворачивается и говорит Может, у вас в сердце уже есть кто-то, отвернулся от Бога Вот это очень важная вещь, сейчас мы разберемся, почему Значит, дальше он продолжает И было, и будет, и было Вая это и было, можно перевести, и будет И, значит, и вот, когда вы услышали слова этой клятвы Этой клятвы, значит Когда вы услышали слова этой клятвы Помните, было до этого 98 проклятий на тех, которые не соблюдают Тору И он говорит Маше Раббену Вот вы послушали этот союз, эту клятву И благословились в сердце ваше Говоря, шалом и Эли Говоря, будет мир мне Ти бешерерут ли бейлех Буду я идти по желаниям сердца моего То есть, я все это послушал Да, вот, все, Всевышний союз, клятва Там, 98 проклятий, благословения Но я буду идти лучше Бешерерут ли бейлех По желаниям моего сердца, элег Лиман, сфот, варава, этатсма Чтобы добавить утоленное к жаждущему Дословно переводится Значит, что человека может отвести от выполнения Торы Вот есть Всевышний, сказал, например, 10 заповедей А я что? А я не хочу Вот единственное, что может увести человека От того, чтобы он соблюдал заповеди Всевышнего Как первый человек Когда Бог ему сказал От этого дерева не ешь А жена его увидела Что этот плод был вожделенный для глаз И потом ей змей сказал Ну, слушай, поешь, будешь как Бог Создающий мёс добро и зло И она захотела И она поела И потом она заставила Мужа своего уговорила И Адам тоже поел Но в итоге-то всё это было Если взять схему по-простому Они пошли башерерут-либам Они пошли по желаниям сердца своего И вот здесь говорит Машарабену Говорит, если вы сейчас стоите и думаете Что, а, это всё Тора-Тора Но я буду идти по тому, как хочет моё сердце Буду делать Тогда И что будет тогда? Давайте посмотрим Не позволит Бог простить ему Всё Тому, который в сердце своём Даже в сердце Бог же читает сердца Тот, кто в сердце своём говорит Я не буду идти с Богом Буду идти по желаниям своего сердца Ему Бог не простит Тогда разгорится Воздымится гнев Господа То есть тогда включится гнев и ярость Бога На этого человека И значит ляжет на него вся клятва Вся клятва, которая записана в этой книге То есть все эти проклятия, которые были сказаны Там страшные вещи И сотрёт Господь имя его из поднебесной Умаха ашемет шмо метахат ашамаем Прямо так и написано И Бог сотрёт имя его от поднебесной Теперь дальше смотрите Вот это очень интересно Значит, Всевышний говорит Что тот, кто в сердце своём Говорит, я пойду против Бога По желаниям своего сердца То Бог сотрёт имя его из поднебесной Интересная вещь Секундочку Очень интересная вещь Вывделу ашем лера Миколь шефте истраэль Кехоль ало табрит Актова бесефара туразе Значит И отделит его Господь козлу От всех колен Израиля По всем клятвам заветов Записано в этой книге учения То есть Бог выделит такого человека Написано И его Его значит накажет Ну понятно Как бы не хочешь идти с Богом Как бы всё логично Всё логично Всё понятно Сейчас секундочку Вот я включу Чтобы уже мало осталось заряда Да Значит Раиса Сильно как раз Доброе утро И тут дальше начинается Очень интересная вещь В Омар Адор Представьте Тора Тора была получена 3033 года назад И не менялась Ни одной буквы Вот дальше Следующий Следующий отрывок В Омар Адор Ахарон И скажет Позднейшее поколение Бнехим Ашер Якуму Махарехим Скажут Сыновья ваши Которые встанут После вас В Анухри Ашер Явом Эритс Рахакай И чужестранец Который придет Из земли далекой Вераует Макот Аритс Аи И увидят они Казни той земли Вет Ахлуэа Ашерхира Ашемба И все Недуди Которыми Бог Бог Ее Наказал Значит Дамиру партнеру Который Уже Несколько лет Слушается И нашу роте Чтобы было ему Завтра благословение В операции Чтобы было у него Благословение Чтобы он выздоровел Чтобы у него было Много сил Много радости Чтобы он приносил Дальше миру Людям Чтобы у него было Все великолепно Отлично Чтобы было у него РФА шлома Полное выздоровление От всех Всех Недугов Все Значит Очень Дамир партнер Желаю тебе Чтобы все было хорошо И Значит Дальше написано Смотрите что Значит Придут Через много поколений Придет Чужестранец И скажет Увидят они Казни той земли И нет людей Которыми поразил Бог Гафрит вамелах Срфа Коль арца Лоти зра Влоти смах Влой а леба Коль эсэф Значит Написано так Сера и соль Пожарище Вся земля Ее не засевается И не произрастит Ничего Не взойдет на ней Никакая трава Как неизвержение Содома и аморы Адмы и цивойма Который не спроверг Господь в гневе Своем И в ярости Своей Представьте Две тысячи лет Две тысячи лет На земле Израиля Ничего не росло Вот когда Евреи Когда Бог Разрушил второй храм Евреи Народ ушел в изгнание Две тысячи лет Был голод Страшный Вообще Ничего не росло Вот А сейчас Земля Израиля Цветет и экспортирует Сельхозпродукцию Ну вот прям написано Три тысячи лет назад Что Будет период Когда ничего не будет расти И скажут все племена И скажут все народы Почему сделал Господь Такое с этой землей И за что Сей великий палящий гнев И за что За что этот гнев Всевышнего на эту землю И скажут Прямо написано Вот 24-й отрывок Глава Ницавим Прямо все предсказано Ну как можно сказать Что Тора это неправда Читая вот эти слова И видя все это Ну просто же Нереально сказать Что Тора неправда Читая эти слова Значит Ваилхува И Авдуилу И Махрим И пошли они Служили другим богам И поклонялись им Богам Которых не знали И которых Которыми он не наделял их Всевышний Да У них нет божественной силы Все идет от Всевышнего Значит что дальше Дальше Я хочу подвести Конец Это очень важный отрывок Который просто Дает ответ на все Абсолютно вопросы Значит Двадцать седьмой отрывок И отторг их Господь От их земли В гневе и ярости И в негодовании великом И бросил он их На землю другую Как сей день То есть Понятное дело Я родился в Советском Союзе В городе Харьков Евреи по всему миру Были рассеяны Две тысячи лет В Израиле Не было евреев Представляете Когда Рамбан Приехал в Израиль Тысячу лет назад В Иерусалим Не было десяти человек Он не мог найти Миньян Он не мог найти Где повалиться Десяти евреев Не было в Иерусалиме Тысячу лет назад Потому что Бог гневался И все были рассеяны По всему миру И значит Дальше Последний отрывок Очень важный Здесь есть интересная вещь Было же Помните В начале написано Что если кто-то скажет В сердце своем Пойду я против Бога И будет мне хорошо Пойду я Не как Бог сказал А по желаниям Своего сердца И будет мне хорошо Бог с ним разберется Написано Скрытое для Бога А открытое для кого? А открытое для нас То есть мы должны Если мы видим Открытое нарушение Божественной воли И не протестуем Против этого Значит тогда Тогда Всевышний Наказывает всех Это вот очень важная вещь Очень важная вещь Очень важно Когда человек Вот например Возьмем простую Простую вещь В Торе конкретно написано Что запрещено Мужчина с мужчиной Чтобы жили Написано так То есть Кому-то нравится Кому-то не нравится Там я не знаю Кто-то считает это хорошим Кто-то плохим Но Бог сказал Что нельзя Написано Написано Теперь если Человек это делает То он это делает Скрытно Всевышний с ним Разберется Может Всевышний Его простит Может Всевышний Ему ничего не сделает Даже Это вопросы Всевышнего Но если в открыто Идут парады Идут парады То это уже Мы должны сказать Верующие люди Должны сказать Мы верим Что это нельзя Что Бог сказал Что это нельзя Это некрасиво Теперь если мы Это не говорим Что это некрасиво Тогда получается То мы вместе Идем против Всевышнего Это сложно. Вот сейчас, например, получается очень удивительная вещь. Мы издали одну книгу здесь в Украине, в которой верующие себя, они не евреи, но они верующие люди, христиане, обычная традиционная семья. И женщина написала, что мальчиков надо воспитывать как мальчиков, а девочек как девочек. Ее просто против нее начали писать эти все феминистские и меньшинства, они раньше назывались, но такое ощущение, что их сейчас уже большинство. И эту книгу на государственном уровне сняли там с тендеров, ее хотели купить в библиотете. Сказали, нет, нельзя сейчас сказать, что воспитывая мальчика как мальчика, а девочку как девочку. Как это нельзя сказать? Это просто удивительно, насколько сейчас изменилось общественное сознание, что просто нельзя сказать, это стало запрещено. Не то, что запрещено сказать, что вы не должны делать то, что вы делаете. Нет. Запрещено сказать, что мы можем делать то, что мы делали всегда. Типа традиционные взгляды, сформулировали это Министерство образования в Украине, сформулировало, что за продвижение традиционных ценностей нельзя теперь эту книгу ставить в библиотеке. Как это вообще? Куда катится мир? Мы должны протестовать. Написано в Торе так. Скрытое Богу нашему, открытое нам и нашим детям, чтобы исполнить все речи и учения этого. То есть, если нет, то тогда мы видим, что идут проблемы на всех. Если каждый делает в отдельности, то это его личный расчет со Всевышним. Пусть делает. Скрытое для Бога. Только Бог может скрытое. Но если это открыто делается и все общество это поддерживает, проблема общества. То есть, это становится сразу общественной проблемой. Вот прямо Ираши здесь объясняет. Тысячу лет назад он писал такой комментарий. Значит, скрытое Господу Богу нашему. А если скажете, что же нам делать? Ты караешь многих, то есть всю общину, за греховные помыслы отдельного человека. Как сказано, быть может, есть среди вас мужчина, то, с чего мы начали. А вслед за этим сказано, и увидят казни той земли. Но и человек не знает сокровенных мыслей ближнего своего. Ответ такой. Ответ такой. То есть, в Торе есть там несколько всего лишь мест, где встречается буква увеличенная, буква уменьшенная, какие-то знаки. Вот здесь над этими словами есть такие точечки. И 3300 лет над этими словами, скрытое Богу, открытое нам и нашим детям, стоят эти точечки, что это очень важно. Теперь хочу я закончить сегодняшнюю нашу встречу главным, главным, за что судят человека в Роша Шана. Значит, за намерение, намерение сердца. То есть, внешние действия, они могут быть разные. И то, что для кого-то это грех, для кого-то это может быть не грехом. Например, один человек пропустил урок Торы, например, да? Если он целый день учит Тору, для него он пропустил урок Торы, это для него грех. А он всего лишь минуту в этот день поучился. Ну, что же ты делаешь? Вчера час учился, сегодня минуту. Для того, кто не учил никогда, минута Торы – это для него достижение. То есть, есть очень много нюансов, которые мы не можем. Мы не можем судить другого, мы не знаем. Мы не знаем нюансов. Единственное, что самое важное, самое важное, у меня сердце – это самое важное. Вот куда ты внутри, куда ты хочешь идти. Если ты каждый день говоришь, ну вот себе, от всего сердца, неважно, на каком ты уровне соблюдения, но ты говоришь, я хочу соблюдать заповеди Бога. Я хочу вот идти по тому, как Бог сказал. Вот Бог сказал добро, Бог сказал зло, хочу, чтобы идти так. Я, может, что-то не понимаю, тогда надо просить Всевышнего, открой мне, что ты хочешь, что ты назвал добром, что ты назвал злом. То есть, но главное намерение вот этого сердца. А если ты скажешь в сердце своем, да, Бог не Бог, там все, я буду делать то, что я хочу. Даже если ты внешне выполняешь заповеди, но Бог-то читает сердца. Поэтому перед Рошашаном, в Рошашаном я очень советую всем еще раз настроиться. И вот эту вот главную мысль, главный стержень, главное намерение, да. Я хочу, чтобы Божественное во мне победило. Я хочу, чтобы мной управляли именно Божественное понимание, что такое добро и зло. Я хочу, чтобы Высшая во мне, да, вот эта Высшая Духовная Божественная Душа победила мои животные все инстинкты и так далее. И чтобы я шел не по желаниям моего сердца, да, хочу и буду, а потому, что Бог от меня хочет, что Бог заповедовал. И тогда будет у всех у нас хороший год, будет у нас Ктивава, Хатима Тава, будем мы записаны и запечатаны в хорошей книге. Будет и здоровье, и счастье, и успех, и все будет хорошим, добрым путем. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня, хорошей недели и, главное, хорошего, правильного намерения служить Всевышнему. Все, всем пока.